Все мы наблюдаем моду производителей смартфонов отказываться от привычного разъема 3,5 мм. Производители наушников не отстают и делают акцент на беспроводных технологиях. Сегодня три пары наушников в одном обзоре. Беспроводные, внутриканальные, с зарядным кейсом. Все они находятся в одной нише, но при этом есть много моментов, на которые нужно обратить внимание. Народная молва гласит, Sony в рекламе не нуждается. Все же начнем с наушников Sony WF-1000X. В комплекте идут сами наушники, специальный чехол, кабель для зарядки, несколько наборов амбушюр трех основных размеров, силиконовые, а есть насадки из пенного материала. Здесь дело вкуса, каким привыкли, такими и пользуйтесь. Главное правильно их подобрать по размеру. От этого будет зависеть комфорт посадки, от части звучания и пассивная шумоизоляция. Тем не менее, в тысячных икс есть интеллектуальная активная шумоизоляция. В отзывах пользователей мнения относительно реализации ANC разделились. Кто-то говорит, мол, уровень изоляции критически минимален. Иногда непонятно, включена фишка или нет. Другие пишут обратное. На шумной улице, в метро и так далее защиты мне хватает. На самом деле наушники сами замеряют уровень шума вокруг и компенсируют изоляцию автоматически. Управление наушниками не сенсорное, как может показаться со стороны. Обычные многофункциональные кнопки. К их расположению привыкаешь быстро. О влагозащищенности или занятиях спортом производитель не упоминает. Зато внедрили модуль быстрого беспроводного подключения NFC. Повезло владельцам смартфонов с поддержкой NFC. Я не в этом списке. В наушниках встроена гарнитура. При разговорах недоразумений не заметил. Микрофоны справляются хорошо. Посадка наушников удобная. Поначалу непонятно, какой и куда вставлять. Благо где левый, где правый указано. Разобрался. Это не просто кейс для хранения и переноски наушников. В него встроена дополнительная батарея на две полные зарядки. По заявлению инженера в Sony время работы наушников в 3 часа. На деле батарея протянет до 3 часов, слушая на средней громкости. Маловато, но жить можно. При резких движениях пару раз пропадал звук в правом ухе. Возможно, только мне соньки попались с таким нюансом. Чтобы раскрыть потенциал звучания тысячных, скачайте приложение. В нем действенное улучшайзеры звучания. Можно тщательно настроить звук наушников на свой вкус. Откровенно, только с приложением получится раскрыть все возможности этих наушников. Bose Sound Sport Free разработаны специально для активных людей, которые жить не могут без спорта. При этом и без музыки тоже не могут. Здесь защита от влаги, по крайней мере дождь и капли пота им не страшны. В наборе поставляются наушники, 3 пары фирменных амбушюр со специальными креплениями, кабель microUSB, чехол со встроенным пауэрбанком для зарядки самих наушников. И, собственно, все. Открывая шкатулку, 5 светодиодных индикаторов показывают уровень заряда, встроенный в кейс батареи. Правый от левого отличить легко. Они подписаны. Укладывая наушники на подзарядку, становится понятно. Для каждой чашки свое место. Перепутать и уложить их наоборот не получится. При первом знакомстве может показаться, что Sound Sport Free с сенсорным управлением. На самом деле управление здесь кнопочное. Тугие при нажатии кнопки еще раз указывают на спортивную аудиторию Sound Sport. Привыкнуть и разобраться в управлении не вопрос. А вот кнопки нажимать придется попотеть. Наушники продаются в трех цветовых оформлениях. Сине-лимонные, черно-коричневые и оранжевые цвета на выбор. Самый спорный момент это форм-фактор. Крупные получились затычки. Как ни крути. Когда они в ушах, их почти не ощущаешь. Сидят комфортно. А вот глядя сбоку, нехило выпирает в стороны из ушей. Сразу возникает вопрос. Как их носить зимой с шапкой? Производитель обещает до пяти часов работы наушников с одной зарядки. Встроенная в кейс батарея дает еще две полные зарядки. Если вы искали удобные наушники для бега, велосипедных покатушек, прогулок на свежем воздухе, то Bose Sound Sport Free однозначно к рассмотрению. Послушать их можете у нас в аудиосалонах Sound Mag в Киеве и Днепре. Во внутриканалках нет активной системы шумоподавления и неудивительно. В целях безопасности предусмотрели среднюю пассивную изоляцию. Это важный момент в городской суете. При активном шумодаве услышать приближающийся автомобиль не получится. Музыкальная составляющая в Bose реализована на высоком уровне. Впрочем, как и телефонная гарнитура. Плавно подошли к Bang & Olufson Bioplay E8. Эти наушники для тех, кому стиль превыше всего. Этот производитель уделяет много внимания звучанию и внешнему виду тоже. Пробежки у озера, гора, велосипед – это сюда не относится. Строгий презентабельный стиль – вот это и есть E8. А теперь приготовьтесь. Управление тут сенсорное, нет никаких кнопок. Сенсоры встроены в правый и левый наушник. Bioplay E8 продаются с футляром со встроенным аккумулятором. Все это качественно отделано кожей. Кстати, выпускается в белом, черном и сером цветах. На громкости чуть выше средней музыка будет играть в районе 4 часов. Если добавить заряд встроенного в чехол пауэрбанка, еще две подзарядки плюсуют по 4 часа каждая. Получается, в общем, 12 часов музыки. В наборе идут как силиконовые, так и пенные насадки. Не поленитесь и подберите для себя оптимальный вариант. От этого зависит и комфорт, и, естественно, звучание. Здесь пассивная шумоизоляция реализована на высоком уровне. Например, в городе шум моторов, пролетающих мимо машин, слышен с трудом. Метроизоляции достаточно для нормального прослушивания музыки. Итак, правый наушник – это пауза play, регулировка уровня громкости. Держишь палец справа, громкость выше. У левого наушника становится ниже. Прикоснувшись к левому, громкость резко тухнет наполовину. Это удобно, если встретили кого-то, и нужно перекинуться парой-тройкой слов, не вынимая наушники. Одно прикосновение, переговорили, касайтесь снова, музыка возвращается на прежнюю громкость. Для каждых наушников из перечисленных в нашем обзоре доступно фирменное приложение, как для Android, так и для iOS. С помощью приложения можно поиграться с настройкой звука под настроение, или покрутить фейдеры, оптимизировав звучание на свой вкус. Звук дело индивидуальное. Приходите в наши аудио-салоны SoundMac в Киеве и Днепре. В комфортных условиях можно послушать любую из моделей, получить консультацию профессионалов и сделать выбор самостоятельно. А пока подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш инстаграм и фейсбук. Будьте в курсе новостей и новинок в мире персонального аудио.